друзья мои у нас повысилась цена за айдат было 100 лир стало 140 лир вот так вот всем привет мои дорогие друзья всем хорошего доброго дня друзья мои куда мы намылились с мужем сегодня у мужа выходной мы намылились за грибами девчонки буквально выделили себе пару часов и потом мы поедем в огород у меня окан уже в машине с ведрами так что девочки мои поехали за грибами друзья мои мы приехали на это место здесь прохладно девочки сегодня да пойдем посмотрим окан вон воды у нас и дома 5 литровую бутыль освободился вот маленькую я взяла попить сейчас что на то попью сейчас я вот покажу красоты красиво девчонки а свои окуляры взяла сегодня потому что как грибы не вижу девчонки издалека и как-то не очень машину подождала пока уедет но не красота такой красотой не налюбуешься девчонки все время знаете прям вот не знаю даже как объяснить никогда не надоедает такая красота никогда вот счастливый человек вот здесь домик построит если он здесь будет жить красота всегда смотреть любоваться что у меня муж такой торопыга да готов да готов готов конечно готов 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 давай всем привет охотники да да пошли что сегодня соберем девочки мои не знаем давай бери ведра ножи а ты мне сказал воды попить а сам все убрал всю воду а как я буду оттуда выпить мне из бутылки дай пожалуйста натуральными руками ты видели девчонки натуральными руками может быть даже сегодня чуть чуть выше пойдем но сейчас посмотрим что у нас здесь за грибы в если они вообще посмотрим водичку попили девочки и поехали что ты машину закрой и пошли 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 вот шиповник скоро в одном месте мы тогда смотрели он уже отсвел здесь вот тоже чуть-чуть отсветает вы знаете сколько сейчас потом будут людей здесь шиповники собирать много так вот тебе прохладно у меня муж вообще футболки хотел я говорю нет мы же в горы идем все равно там прохладно воздух да воздух да воздух что это а кто так делал смотрите а зачем и вон и вон а зачем они это делали то я хочу сказать рубили что ли как рубили девчонки мы его вязали и там печка горит всякая хорошая горитила да ты чё щепку делали что ли как вот это для розжига да ну зачем портить живые деревья мина отсюда мы пойдем может быть отсюда пойдем отсюда это старый старый даже если мы ничего не наберем хотя бы свежим воздухом подышим немножко это да запах вот что то что то кто то милый давай давай о не топчи смотри сзади вон 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 они все у меня муж не смотрит да вот все ой как они называются девчонки я уже забыла а юма антары а юма медвежьи грибочки ой из головы вылетел но вы знаете маслята маслята все девочки мои стартуем собирать грибочки смотрите молоденькие но девочки мои знаете они уже стали подгнивать не подгнивать а вот червивые становятся но это я сейчас соберу вы знаете я голову подняла телефон из кармана достаю голову подняла девчонки смотрите смотрите здесь целая поляна видите сейчас увеличу вон ой очень много вот вон там 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 я вижу здесь ай красота какая девчонки вот вон сколько я собрала так что вот еще грибочки ой и ниже я вижу вот а у меня муж куда-то наверх все бежит вот так что девочки красота сегодня мы без грибочков домой не уйдем вы знаете девчоночки мои ой дайте я вот это вернусь мне уже писали татьяна мы чистим вот эти да вот эту пленку девочки мои я же не знала что их надо чистить когда я тогда в прошлый раз ой да где фокус то фокус в прошлый раз я уже поставила их отвариваться заглянула в интернет вот а там было написано что надо очищать да вот эту пленку господи фокус вот это фокус девается девчонки вот но было написано если вы собираете молоденькие в экологическом чистом месте то это не обязательно грибочки были абсолютно не горькие вообще ничего очень вкусные грибочки так что я убирать вот эту пленку коричневую не буду ну ладно девчоночки мои ура ура собираем дальше вон мы тогда вон там видели в ту сторону вот это там помнишь девчонки как заядлый грибник в очках решила с вами немножко пообщаться мы почти собрали у мужа ну пол ведра моего здесь еще пол ведра моего здесь зеленый я пол ведра вот так да вот так и у меня полное почти половина зеленого ведра я уже ему высыпала вон вон рисуй иди сюда тебя не видно милы рисуется девчонки вот вот а вот это дай-ка я посмотрю знаете что девочки это больше это больше я сейчас посмотрю может там и червей больше милы червей нету а сейчас посмотрим нету нету а сейчас посмотрим вот краю и зал нет не очень чуть-чуть такие я беру девчонки вот это какой крепкий виды о это молодой девчоночки знаете что очень-очень много уже червивых грибов на пару дней опоздали бы мы бы и этого не набрали да милый да сыроежек вообще почти нету они все высохли и вот вот сколько мы собрали да наверное 50 процентов милы все червивые были да много очень червивы я конечно все понимаю червячки если кушает это экологично но уж мы же не будем такими червяками кушать да девчонки если я ножку всю срезаю если там что-то есть я вот этот шляпку срезаю если более-менее ну вон девчоночки ну я думаю это не так страшно такие я беру да мы же и будем мыть я их буду варить два раза в соленой воде так что если даже там мясо гуляет оно выйдет или будет с мясом вкуснее да шутки шутками так вот девчоночки мои как-то так а сараежки знаете вот мне сейчас один на глаз упал я сейчас сорву а вот так тут даже рядышко ой знаете девчонки здесь все вот это вниз да здесь знаете какую обувь надо как у скалолазов с шипами очень страшно и сейчас земля сухая вот эти иголки то которые упали они тоже сухие и вот как бы поаккуратнее надо чтобы шею себе не свернуть по-русски говоря вот они какие они все высохли ну конечно же и червивы они сухие уже все сушить не надо уже все собирайте готовые сушеные сушеные грибочки вот так что вот ведра у нас почти полные у нас знаете девчонки у нас еще есть это в машине 20 литровое ведро у Акана на работе что-то там освободилось какая-то жидкость я уж не помню он его ведро это очень хорошо помыл он сначала у меня спросил нам надо ведро 20 литровое платье я говорю конечно в огороде я говорю сколько есть все тащи говорю помой тщательно все тащи в огороде все надо будет правильно девочки так что если что у нас еще одно ведро там есть 20 литровое ну я думаю вот в этот сезон вот эти маслята да я думаю это все уже последний раз мы сходили за этими но а так мы будем еще ходить еще возможно какие-то грибы есть будут вернее у меня муж знаете туда наверх пошел в поисках рыжиков он ничего не нашел да вы мне писали Татьяна это место как раз место для рыжиков у меня Акан ничего не нашел а я вот топчусь можно сказать в одном месте вот здесь тут метров десять туда наверх метров пять вот практически я полтора ведра собрала очень много так что я еще хотела вам сказать вы у меня спрашивали некоторые Татьяна а есть у вас грузди я там говорила уже ну видимо вы может быть невнимательно слушали может прослушали я не знаю девочки есть ли здесь грузди но мы вот предыдущий поход сюда в лес встретили двух мужчин поговорили с ними они сказали что есть мы не спрашивали они сами стали показывать фотографии и стали говорить что там делают из них и все такое я говорю так это же грузди грузди да они их жарят девчонки у нас как-то грузди солят да они их жарят он еще он еще говорил вот у этого гриба надо что-то серединку там вырезать потому что это очень острое очень горькое я говорю ну грузди мы же их солим это грузди фотографии я же знаю вот так что как-то так мне еще этот заболталась я уж с вами девчонки ну а что показывать уже было видео такое да может вам неинтересно будет смотреть грибы а меня слушать интереснее да ну ладно шутки шутками просто лариса написала говорит татьяна я вообще в грибах не разбираюсь а мокруха пурпуровые такие названия знаете лариса там не распишешься в комментарии да я сама то вот в россии я знаю что-то какие-то грибочки я там ходила именно то что я видела собирала мне очень нравились валуи грибы да очень вкусные по мне и а вот к сестре когда я ездил ну она вообще можно сказать в тайге живет да лиса 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 там лисички вот эти вкуснючие и белые грибы и вот эти знаете и опята с толстой ножкой да девчонки там много у них грибов вот а где я живу я там не видела таких лисички лисички есть но они другие а белых грибов я не видела может тоже есть не знаю кто не знает девчоночки мои у меня сестры живут не в моем городе мы не вместе живем у меня сестры живут в разных городах так что вот так и и что я еще хотел сказать мы до этого тоже все с мужем хотели хотели грибы собирать да девчонки ой бабочки летают хотели грибы собирать все окан спрашивал у местных жителей никто ничего не знает в том году мы пошли наткнулись вот на эту макруху пурпуровую я сама не знала что это за гриб да в интернете перекопала все 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 макруха пурпуровая очень вкусный гриб и он очень полезный еще оказывается вот откуда я знаю лариса сама то сама не знаю а вот эти тоже знаете в россии то была бы я в россии я знаю что это а в турции черт его знает девчонки съедобные несъедобные видите аюмантары называется называют медвежий гриб и здесь в этом районе его не едят вот так вот девчонки ну ладно я с вами уже заболталась там ну пойдем дальше собираем еще еще пособираем девчоночки мои грибочки да хочется побольше заготовить вы мне пишите татьяна заготавливай замораживай суп можно варить пирожки туда и сюда да девчонки я именно так и хочу да заморозить маринованные не знаю как получится ни разу не мариновала ни разу вот я вам показала как я всегда делала да и хранила я их в холодильнике они не испортятся в холодильнике вне холодильника не знаю вот ну ни разу не мариновала девчонки не буду я их этот просто буду отваривать и замораживать а там уже посмотрим что будет ну ладно а знаете я еще что еще хочу сказать девчонки никак я этот не пойду я в начале видео вам показала что у нас повысился айдат на 40 лир да я с вами по пути к машине хотела поговорить а видите там был и зам и не сказала вот сейчас в турции повысили зарплату девчонки раньше была средняя зарплата 4250 лир турецких лир да сейчас сделали 5500 лир вот прибавили да и все и цены полетели вверх сразу вот смысл прибавлять зарплату я вообще в этом не понимаю ну ладно для кого то наверное есть и у нас сразу айдат на 40 лир вырос сейчас а еще чуть-чуть 2-3 дня пройдет наверное и продукты тоже полетят кстати у меня муж макароны покупал девчонки уже не по теме да за грибами а уже этот ну житейские все дела макароны покупал на днях вот он после работы заехал говорит что надо я говорю ну купи макароны у нас это кончились тоже на одну на одну лиру с чем-то уже подорожали макароны вот этот твердых сортов которые мы покупаем в биме вот так вот девочки да ну ладно все с вами поговорила как говорится пошлите дальше собирать грибы вот девчоночки сколько мы собрали грибов у нас дела никто не знает никто не знает что это за грибы девчонки окан вот просто взял мы не знаем что это за грибы вот сейчас сфотографируем в интернете посмотрю все люди вот приехали водичку налили самовар на пикник собрались вот тоже удивляются говорит а у нас очень много таких грибов растет а мы говорит не ели вы говорит ели окан говорит ели ой живые значит ну живые надо тоже попробовать вот маслята видишь видите аюмантара да аюмантара медвежий гриб и все маслята да ты щекури дыри вот так вот друзья мои так что мы тоже поехали домой все товарищи уехали видимо им подальше на пикник собрались так девчоночки мои мы сейчас поедем домой оставим грибы дома а сами поедем в огород так что следующее видео у нас будет про огород да что там творится мы не знаем долго не были мы там дожди шли девчонки кто не знает да так что вот как то так дорогие мои всем огромное спасибо кто провел это время вместе с нами я вас всех целую и обнимаю всем пока 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 пока